Добрый день, Одесситы, а также мой любимый город Одессы и рыболовок, которые будут смотреть это мое кино. Сегодня я хочу показать свою творческую работу, то, что я делаю, и то, что даю друзьям, и просто знакомым, а также мальчишкам, которые любят ловить рыбу, в частности, поплавком. Меня зовут Виктор, фамилия моя Коробкин, родился я в Николаеве. Всю свою сознательную детство и молодость провел у бабушки в Николаевской области Ивановского района, село Дружба, где было мое заранее творчество рыбалки. Бабушка моя была очень большой любитель рыболовной ловли. Она очень часто, и много раз выходила ловить рыбы, очень удачно, и местные жители ее очень хорошо знали, и даже удивлялись о тех уловах, которых она приносила домой. Папа у меня был большой рыбак, меня научил с детства, с 6 лет я занимаюсь рыбалкой, более 45 лет у меня уже с опыта, ну, раз в неделю я выезжаю на рыбалку. Люблю ловить очень карася, ну, и любую другую рыбу, которая есть у нас в данной ситуации в Одессе, в детской области, а также морская рыбалка. Сегодня я хочу показать свое творчество в одном направлении, как сделать простой элементарный поплавок в подручных средствах, так как, учитывая тот факт, что мы были пацанами молодыми, и когда у нас отрывалась снасть, не было ни крючка, ни поплавка, мы обращались к рыбакам, которые находились на берегу, и просили, дай, пожалуйста, крючок, дай, пожалуйста, поплавочек, надо связать удочку или связать снастью. Денеки, конечно, давали, мы разали, получали удовольствие, радовались, ловили рыбу, приходили, нас хвалили, накушали, были счастливыми. Может быть, какому-нибудь ребенку, или какому-нибудь знакомому, или знакомому человеку, если я подарю такую же удочку, которую я уже дарил, тоже будет приятно, и так же само будет приятно мне. Делайте буду сейчас подручных средств. Именно почему эти поплавки? Поплавки эти я уже на протяжении многих лет опробовал, проверил в разных регионах нашей страны, то есть нашей Украины. Очень хорошо ее знают, нечаянно, в последнее время, о котором я буду говорить, за последней рыбалки, это мой апреля месяц, где гараж ловился, где мои поплавки так же, хотя и мои даже поплавки там обрывались, и пацанам давал удочки с моими поплавками, которые говорили, что в принципе очень удачно, и где в общем слове сказать, они показали, эта снасть показала себя в данном водоеме более перспективно, чем другие поплавки, потому что поплавок короткий, поплавок попадает в любое окошко, под любой камыш, под любую травку ложится, не мешает ему ветер, потому что там 4 грамма отгрузки, до 5 грамм, и практически расстояние до окошка водоема, в который ты бросаешь снасть, где-то 5-6 метров, и нетрудно попасть даже неопытному рыболову. В чем заключается снасть? В чем заключается поплавок? У меня есть такая коробочка, видите, вот на стримый инструмент, все то, что необходимо мне, обычно для моих поделок, для моих творчества, я все стараюсь сделать сам, в частности, только покупаю самое необходимое, потому что я от этого получаю удовольствие, делать своими руками. Вот у меня есть такая коробочка, где я на протяжении многих лет, вот, собираю так время от времени, разные пробочки, вот у меня пенопласты есть, тут все разное такое, и вот у меня есть такие две пробочки. Я сейчас вам покажу, вот, я не буду рекламировать, с какого напитка они сделаны, это просто пробочки, вот, напитка. Берем такие две пробочки. Обыкновенный нож, или такой, или вот китайский, я пользуюсь обычно такими двумя ножами, один японский, один китайский. Этот на ютубе я увидел, купил, вот, товарищ показал, мне очень понравился, ножник для дорогой, сменные лезвия, очень для работы удобный, короткий, маленький, острый, не ржавеет, не в воде нигде, чистый японец и хороший работает. Вот, берем две пробочки, и отрезаем от них только вот эти пяточки, верхние, вот, срезаем ножом. Надо срезать только очень аккуратно, нож острый, и чтобы по кругу обойти, срезали мы, пяточки мы убираем, и оставляем только вот эти штуки. И у нас получается два срезанных колпачка. Потом мы берем эти оба колпачки и соединяем. И у нас происходит вот такая фигура интересная. Но, если мы сделаем это все правильно, в последовательности, то у нас, наверное, получится поплавок. Что это значит? Я сейчас покажу уже готовые поплавки, которые я сделал. Я их сделал для того, чтобы навязать удочки и раздать знакомым, друзьям, или просто начинающим рыболовам, или просто пацанам в области на рыбалке. Сделаю удочки, и просто подарок такой будет у меня начинающим рыбакам. Вот. Из таких же вот любой поплавок. Ну, например, возьму вот этот. Вот так же две пробочки. Мы не склеили. Просверлена дырочка внутри, в пробочках, и вставлена трубочка чупа-чупса. Я вам сейчас ее покажу. У меня в коробочке есть трубочки. Мышка у меня полюбляет такие конфеты. Лерочка моя. Вот такая трубочка чупа-чупса. В общем, вы поняли, да? Значит, мы что делаем? Я сейчас покажу на практике. Дело не трудно. Берем сверлышко. У меня вот здесь такая ручка, вот такая сверлышко. Просверливаем сверлышком пробочку. Вот мы ее просверлили. Видите, она оделась на сверлышко. И гонечко сняли. Потом для того, чтобы дырочку увеличить для трубочки, потому что трубочка у нас толще, чем сверлышко, чтобы она спокойно взошла, мы берем простой круглый надфиль. У меня алмазный есть, ладно? Не алмазный, можно просто простой надфиль. И пропускаем ее, прочищаем хорошо трубочку. Вот так. Вот. Все. Прочистили. Теперь можем либо вставлять трубочку сюда, и у нас будет скользящий поплывок, леска будет проходить через трубочку. Вот у нас получается вот так пробочка. Пробочка. Мы ее склеим. С трубочки проходит сквозь. Реска проходит сквозь трубочку. Это будет скользящая. Вот такого плану будет поплывочек. Вот мы... Я покажу сейчас, как это будет выглядеть. О! Надо было еще раз пройти. Еще раз пройдем сейчас надфилем. Вот так. До этого надфиля. О! И трубочку надеваем. О! Теперь, когда мы надели на трубочку, мы берем, рассводим поплавочки. И есть такой клей суперклей. Вот я пользуюсь. Можно моментом, а можно суперклеем смазываем поплавки. Вот здесь. Вот смазываю обе стороны. Здесь смазал, перевернул. Здесь смазал. И потом соединил их. О! Антенну я делаю небольшую. Для чего делаю небольшую антенну? Чтобы она не цеплялась за камыши при забросе. Почему? В чем принцип и прелесть этого поплавка? Что антенна здесь получается невысокая. Потому что была высокая антенна. Можно было купить в магазинный поплавок более приличный. Вот. Значит, вот так обрезаю я. Как вот эти поплавочки. Видите? Вот. И получается, что у нас? Вот этот поплавок у нас получается скользящий через трубочку. Вот возьмем поплавочелесочку. Покажу вам сейчас. Вот через трубочку мы проводим леску. Вот. Немножко у нас. О! Вот. Берем и пропускаем через трубочку. Так что такое? Сверху ставим стопор. Снизу стопор. И у нас получится, если мы правильно поставим, выставим ее, то получается вот такой поплавочек. Чем этот поплавочек хорош? То есть вот этот поплавочек, уже будем говорить, который мы покрасим. Для того, чтобы поплавочек этот закончить, нам необходимо будет его покрасить. Что для этого надо? Для этого надо дома иметь либо лак, вот такой, как у меня есть. Черный, красный, желтый и малиновый для рыбаков. То есть красить поплавки, либо фломастеры, вот такие. Они называются, ну, это японские фломастеры, маркеры пальцев, которые не смываются. Это перманентные фломастеры. Они есть в пяти цветов. Черный, зеленый, красный, белый и серый. Ими можно красить поплавки, и цвет остается, не смывается. То есть, как у других фломастеров. То есть можно либо фломастерами, либо лаком покрасить эти поплавки. После чего, ну, мы отгружаем поплавок. И когда мы отгрузили поплавок, мы его проверяем. Вот у меня стоит ведро с водой. Непосредственно сейчас мы посмотрим, как он будет себя вести на воде. Вот видите? То есть маленькое окошко, такое, как ведро с водой стоит. Если нам необходимо забросить. Поплавок имеет у нас около 3-4 грамм. То есть он будет хорошо лететь. Сам поплавок маленький. При этом он не цепляет ни камыш, ни что, ни траву. И попадает в любое окошко, в любом окошке. Хорошо выкладывает карась, хорошо вводит. Вот поплавочек стоит очень чудесно. Антенку хорошо видно. Если вы забрасываете дальше 5-6 метров, антенна может вызвать высшую краску, более кислотную сделать. Это уже на ваше усмотрение. Оставим этот поплавочек в ведре. Пусть он плавает. Теперь, что касается второго поплавка. Для изготовления поплавков я покупаю вот такие вот палочки бамбуковые для шашлыка. Они продаются везде в магазинах. И с них очень получаются хорошие, удобные поплавки. Вот один из таких поплавков с такой же пробочки. Где вот эти пробочки, которые мы обрезали, я точно так же их склеил. И поставил вот такую палочку от камыша. Вот. Антенку сделал чуть побольше, потому что этот поплавок я бросаю на метров 7. Есть окошко у меня там такое, одно любимое место, где либо надо заходить в воду, либо с берега забрасывать подальше. Я сгружаю. Сгружаю я его вот такими грузильцами. Двумя. Вот они у меня. Это я снял. Мне друг привез сетку, он был на рыбалке. И браконьеры ставили сетку, кто-то вытащил ее, и она на берегу валялась. И он принес мне и говорит, тебе нужны грузилы для поплавка. Я говорю, давай. Я поснимал их все. Их было около 50 штук. Очень удобно. Они уже готовые. То есть только ставишь их, и поплавочек, и очень удобно ими пользоваться. Я часть уже из них подарил на поплавках, на удочках детям и знакомым своим. А часть вот еще осталась. Вот на сегодняшний день я сделал 5 поплавков уже готовых, которые тоже кому-то подарю. На рыбалке. То ли детям, то ли знакомым, которые начинаются еще рыбаки. Вот. Поплавки мои проверенные. Есть такое подойдется между Николаем и Одесом и Соломей Чаяно, где мы ловили в последний раз. Они очень себя хорошо показали. Там их хорошо знают. Вот. В этом плане они рабочие. Почему я показываю этот фильм? То есть на сегодняшний день с подручного материала можно сделать, творчески подойти, если то не только поплавок, который будет радовать тебя на рыбалке. Так же самое, как на твоей удочке, либо на удочке соседа. Потому что твое творчество не осталось не просто так, а ими пользуется, радует человека. Тоже пусть этот пустячок, но все равно он приносит какую-то радость. Вот в этом плане я и снял это видео. Пока все. В следующий раз мы с вами встретимся. Я вам покажу уже другой фильм. До свидания. С вами был Виктор Коробкин. С вами был Виктор Коробкин.